Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не, на самом деле я уже привык в Украину уже давно, но затем, ну, когда я приехал, реально было очень тяжело, если то, что на самом деле реально очень холодно у вас. Я приехал из страны, где там, ну, по 30-35 градусов, а тут такой перемен. Я помню, в июле и сорок пять. Да, и сорок бывает. У нас еще не холодно. В нашем маленьком городе, в Венесуэле, я помню, меньше температуры 30-ти никогда не бывало. И когда-то наступил период, где было 26, по-моему, 24, и мы ходили с куртками, с шапками одевали. И думали, что это уже все, мороз, и я думал, скоро снег будет. А когда почувствовал, что такое минус 12, минус 15, минус 20, шок. Вау, это любовь на первый взгляд. У нас так мало кухоня, с большего погляда. Мы познакомились 6 лет назад, да? 6 лет назад. Помню твои длинные волосы, сияющие глаза. Ой, да, боже мой. Не, на самом деле, мы познакомились с... Беря ларька с шаурмой? А, да потом, потом мы пошли. Мы не на кофе пошли, а на шаурму. Это было на первом взгляде уже. Мы познакомились, на самом деле, у нас есть такая в Киеве такая латынско-американское соведение. По-моему, там выступали, там играла музыка какая-то, да? Да, да, да. А я там работал как музыкантка раз, мы встретились там, сразу познакомились, привет, привет, все. И понеслось. И все. Называется Киево Хана. До сих пор вы туда и ходите. Да, вспоминаем наши старые времена. Все вот началось из-проста. У нас, я проводил мастер-классы по танцам и решил с Ригой поработать вместе. Боже, он еще и танцует. Да. Вин танцует. Ну, это у нас в крови. Да, оба танцуют. Это очень круто. Мастер-класс по танцам и мы решили их провести не просто с музыкой, которая играет от диджея, что было почти вживую. И тут Ригу сделал свой вклад. Это он пока пел вживую, я людям показывал, как мы будем танцевать. Это все проходило, проходило, проходило. И тут Ригу мне говорит, давай на сцену со мной, бери микрофон. И мы начали печь пару песен, которые нам очень нравятся на испанском. И людям еще сильнее понравилось. И тогда мы поем вдвоем, мы танцуем оба одинаково. И люди повторяют, это был шок. А потом просто сидим за столом, пьем чай, который высокоградусный, алкогольный. Я как разумею черный. Да, да, да. Черный, да, крутые такие. Да, именно. И понеслась идея у нас создавать Рикумачо. И тут куда деться. Я всегда знаешь, как я отвечаю на этот вопрос. Мне не нужны половинки, мне нужна целостность. Ну, я говорю, что у каждого человека есть своя половина. Я знаю, что моя половина есть. Ты половинка, Баря. Рикумачо, ты вне силы. Украинец, я говорю, что это самый, не знаю, душевный человек, душа огромная. Сколько мы приходили в самых бедных городах, они готовы все отдать, даже если у них почти нет ничего. Только чтобы сделать приятное. И это похоже очень на нас культура. То есть у нас в Венесуэле, когда у тебя даже нет покуша дома, все равно придет гость или кто-то, мы отдадим все. До последнего. Чтобы этому человеку было приятно и комфортно. За это большой респект украинцам. Я очень люблю Киев. Во-первых, я когда приехал в Украину, я попал именно в Киев. Не знаю, для меня это самый красивый город в Украине. Я был в очень много городах. Но я не знаю, я когда, допустим, уже два дня, я не бываю в Киеве, мне уже все. Я не могу, хочется возвращаться в Киеве. Да, Киевская ломка называется. Киевская ломка. Да. Нет, Киев очень прикольный город. Это все-таки столица, как ни крути. Можешь находиться в Одессе или в Днепре или где угодно, но Киев это Киев. Киев рулит. И я попал сюда тоже. Первый, куда попал, это в Киев. Тут учился, тут спортом занимался. Все, и привык. И как Рио говорит, когда выезжаю куда-то, уже два дня проходит, я хочу вернуться. Как будто к себе домой. Здоровья, счастья и благополучия. Как Михаил Верцкан сказал, да? Счастья, здоровья, любви. Я не знаю, я с Верцканом не знаю вам. Мы любим Украину.